Привет! Сегодня 17 января, с сегодняшнего дня я начинаю диету, я перестаю переедать и в принципе есть мучное, сладкое и всё такое. Зачем я записываю это видео? Да чтобы через месяц или чуть меньше, когда же я похудею, сброшу 5 килограмм примерно, а вам показать. Так, сейчас навесу где-то 600 грамм это чистой одежды, потому что я вот только взвешивала, ну типа без одежды, специально чтобы посмотреть сколько я вешу, там было 47, 47, 100 или 47, 200. Обычно я вешу 46, 45, 800, но сейчас, как видите, прибавка идёт, к сожалению, мне это вообще не ровно. Сбросить я собираюсь до 40, 43, потому что мне комфортно в таком весе, не потому что я хочу быть идистрофиком, а потому что мне так комфортно. И сразу к мысли о том, что я хочу похудеть на 5-6 килограмм, я пришла осознанно, потому что я просто больше уже не могу смотреть на себя, в принципе ощущать. Честно, для меня лишние килограммы, они сразу бросаются на лицо. Мне становятся маленькие штаны, у меня становится больше лицо, я это ощущаю. Это не то, что я вижу, я это чувствую. Сегодня у меня, слава богу, 6 уроков в школе, это значит, что где-то по второго дня, сейчас 8 утра, я буду уже дома, а это значит, что за всё время я буду пить только воду. И я постараюсь всю неделю в школе пить только воду, потому что я, в принципе, не хочу ехать в школе. У тебя ещё все утром, блин? Нет, там реальная микрозелья. Мама сначала сказала купить обычную зелью, но всё-таки, типа, лучше микрозелью. В общем, я уже в школе. Я забыла снять вам своё утреннее питание, я съела, я выпила 300 миллилитров горячей воды, ну, тёплой, кстати, обожгула я с утра. И целую тарелку борща, на сколько там миллилитров, я не знаю, я дома измерю и тут напишу. Первый готов. Нечистый запек. Сегодня мой папа поменяет фильтры, а нам будет чистый. Но случилось, что случилось, правда? Фёдор Иванович, ребята, он не отличался вообще. Фёдор Иванович, ребята, он не отличался. В это время полу десятого я начинаю хотеть есть. Но наша с вами цель ещё не есть четыре урока. Итак, да. Например, проект Simple Faces — это, смотрим, третье предложение. Это размещение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Начинаем мы питание Пробуем салатик Он стоит всего 10 рублей Но здесь только капуста Нет, они так медленно С ложкой круто есть Можешь никого не так поражать? Могу Ну что? Вкусный? Капуста и салатик Здравствуйте, дорогие фолловеры! Я сегодня кушаю А у тебя что? Клов Клов, который ты не стала есть У тебя салат? Он очень вкусный Да, я только что под него ела Как думаешь, сколько здесь калорий? Сколько там капусты было в морковке? Масла Капути? Да, я не калорий подошла Я не найду Давай-ка попробуем Ещё меньше можно было? Я, в принципе, люблю салат Ой, я помню я его ела ещё в начальных классах Я не люблю Были времена, что я приходила в буфет У меня тогда самодел Длинные берёвки Всё, завтра ждём Я на салат обладаю Да Или так Или так Или так Или так Салат обладаю Салат В общем, я опять надела шапку, стою, ждут троллейбус. Проехала уже дофигище маршруток, но я жду свой любимый троллейбус. Прихожу, смотрите, я уже замерзла. Прихожу, учу биологию, простейших, биологию начинаю, потому что в школе мы начинаем уже это проходить, а своим репетиторам я это еще не начала проходить, так что средств очень много. Сегодняшнего дня ввели опять носить маски в транспорте, но я особо никогда не носила, во-первых, потому что они всегда в кармане, и хоть ты новую бери, они все равно выглядят как из жопы, простите. Поэтому я просто ношу вот так шапку. Еще хочу сейчас зайти в магазин и пить йогурт, так как мне кажется, я не протяну до ночи с обычным чаем, тем более зеленым. Итак, я уже в пятерочке, выбираю йогурт. Беру, к сожалению, без вкусовых вот этих вкусных добавочек, беру чистый йогурт. Я, кстати, такой никогда не брала вот в чём-то, хотела взять питьевой, но я что-то особо не вижу здесь питьевой, обычный, чистый, без ничего йогурт. Взяла я обычный йогурт, в 100 граммах которого содержится 77 калорий. Сейчас скачаю приложение «Счётчик калорий», потому что я думаю, что стоит всё-таки лучше записывать калорийность продукта. Ещё примерно год, у меня, может, два уже такая странная вещь со мной происходит. Когда я стою на кассе и сдача, например, со 100 рублей, рубля 2-3, я думаю, типа, ну блин, я должна уйти. А по сути это мои деньги, я должна их забрать. Сейчас я должна была со сдачей забрать рубль, и я всё-таки забрала. Что вы думаете насчёт этой ситуации? Просто чаще всего кассиры как бы не отдают мелочь, даже рубли, бывает, мне не дают. Но чаще всего я до последнего стою, жду свои честно сработанные деньги. Вчера мы с мамой посадили ещё одну микрозелень, только уже в таком большом лоточке. Не спрашивайте, отчего этот лоток, я думаю, вы поняли. Ну, если что, чистый, конечно же. Вот такой вид имеет микрозелень. Я пришла домой, давайте посмотрим, какой у меня вес на сегодняшний день, 17 января, 46 700. Давайте я вам покажу своё тело, собственно, почему я хочу похудеть. Во-первых, это талия. Чтобы вы понимали, вот я сейчас ничего не втягиваю, вот, ничего не втягиваю, сейчас выберу спину, не втягивая, ничего не делая. Давайте на заставку ещё. Отлично. Мой живот выглядит вот так. Чтобы вы понимали, у меня всегда есть талия, сейчас у меня тупо нет. Я могу, конечно, вот так красиво как-то встать, затянуться, утянуться, но мне так не нравится. Я хочу, чтобы у меня было без затягиваний. Следующая моя проблемная зона, это мои ноги. Я в шортах, если что. Вот. Вот мои ноги. Скажу сразу, мне они не нравятся настолько сильно, что это мой, наверное, большой комплекс. Ну, как-то так. Руки, в принципе, нормально. Ещё мой комплекс, это моё большое лицо. Когда я была худая, весила 43 килограмма, мне хотя бы до 43-х похудеть. Вот фотка. Я при 43 килограммах. Ноги, лицо, всё худющее. Сейчас оно у меня большое, я не знаю, как мне правильно сфоткаться. У меня прямо возникают проблемы, когда я с завышенным для меня весом фоткаюсь. И мне просто это надоело. Также хочу напомнить вам, с какой же целью я всё-таки худею. Я не могу сказать, что я настолько ужасно выгляжу сейчас, что я просто реву днями и ночами и ненавижу себя. Нет, меня в принципе всё устраивает. Также основной проблемой является то, что я хочу уменьшить количество продуктов, убрать гадости, которые я ем почти каждый день из своего рациона питания. Потому что у меня достаточно слабый желудок, а я люблю поесть леширак, чипсы, роллы, бигмага, бигбон, вот это всё. Я понимаю, что мне очень жалко свою пищеварительную систему, и я хочу немного её установить, успокоить. Каждое утро у меня проблемы с тем, что у меня болит живот, что у меня дискомфорт. Ну, вы понимаете, да? И с сегодняшнего дня я соблюдаю дефицит калорий, соблюдаю полтора литра воды, выпитой мною. И не ем после шести. Основной мой приём пищи это утро. В семь утра я могу есть всё, что захочу, более-менее такое нормальное, то есть домашнее что-то. Сейчас два часа дня, вы можете видеть, ну, без пятнадцати, два, ладно. Всё, за сегодняшний день я больше ничего не буду есть, кроме вот этого вот товарожка. Ну, так-то норм. Сегодня я буду пить только чай, зелёный чай. Почему зелёный? Потому что я его просто люблю. Но йогурт, кстати, нормальный. Не хватает у меня сахара, как обычно. Сахар это вообще смерть. Вот. Грустно осознавать, что я больше всего ничего не поем. Но как мне не грустно будет это осознавать завтра утром в школе, на первом уроке, тогда у меня не будет никакого есть комфорта в желудке и в моём кишечнике. Нет, йогурт вкусный, просто первую секунду будет ли ты кислый или какие-нибудь странный. Ветером каждого дня, то есть все две недели, я буду ежедневно стараться выкладывать видео. Ну, то, что вы стараться, я буду обязательно выкладывать каждый день недели. Ой, каждый день за две недели видео, потому что всё-таки это какое-то отслеживание, какая-то стабилизация, стабильность идёт с моей стороны. Каждый вечер я буду вам показывать рацион своего питания, что я ела за день, чтобы мы с вами видели уменьшение, надеюсь, в моём весе. Мне уже начинать нравится. Кстати, сахара здесь нет. Здесь чисто молоко установленное. Кстати, молоко, вы скажете, лучше не пить, но... Я не хочу исключать молоко из рациона. Вообще, я в принципе не собиралась особо ничего исключать. Главное, есть в очень маленьких количествах. Ну, так как я сейчас восстанавливаю желудок, свой кишечник, свой пищеварительный тракт, свой пищеварительный тракт, чтобы у меня там всё нормализовалось, начало как часы всё работать. Я пока что воздержусь от всякой твёрдой пищи, которая может мне навредить. Время полпятого из последних новостей. Я вам забыла сказать о том, что вчера мы убрали ёлку, и сейчас я вам это покажу. Вторая новость. Видите, я проморгала свои микрозелень, свои семена, свою микрозелень. Она высохла за один день. Странно, вчера я смотрела, она была нормальная. Эти семена высохли, поэтому сжухла. Блин, жалко. Сначала также счётчик калорий, записала всё, что ела за сегодняшний день, и поняла, что у меня огромный дефицит калорий. Поэтому сейчас я поем салатик и, возможно, немного супа. Я наконец-то села за учёбу, и, скорее всего, на этой минуте я заканчиваю свой влог, но для начала я расскажу пару новостей, которые всплыли у меня в голове. Первое. Я покушала. Всё хорошо, если вам интересно. И сейчас я расскажу, что я ела в первый день своего дефицита калорий. Первое. Я выпила полтора литра воды, скорее всего, до конца этого дня. До конца 17 января я выпью 2 литра, то есть ещё где-то стакана 2-3 точно. Получается, за 18 января я выпила 2 литра воды, 2 тарелки борща, 1 кусочек хлеба, 1 био-йогурт, 2 стакана с зелёным чаем, буквально 15 грамм сыра, может, даже меньше, примерно с одной чайной ложкой мёда. И на обед я съела тарелку салата из капусты и с морковкой. И ещё, что я хотела вам рассказать, это то, что я думаю изменить все обложки своих видео, сделать их более эстетичными, нежели... Какие у меня сейчас стоят? У меня сейчас стоят такие провокационные обложки, которые совсем не соответствуют моим видео. Я стараюсь снимать лайфстайл, всё так по эстетике, но обложки мне что-то не нравятся. Скорее всего, в свободное время займусь этим, но сейчас мне нужно учить теорию по биологии о кишечно-полосных, о моллюсках и о органоидах клетки. Это было всё, всем большое спасибо, ждите завтрашний влог, и всем пока!